Приветствую вас, Иван, скажу вам честно, что универсальных рецептов, универсальных средств для решения проблем, к сожалению, нет и быть не может. Я прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете себя неуверенным, потому что, возможно, появилась сверх мотивация у вас сейчас взаимодействовать с девушкой, вот этой вот девушкой, которую вы встретили. Вот, но ваша неуверенность, она была, в принципе, еще раньше, до того, как вы начали встречаться с ней, с девушкой, я имею ввиду, и, соответственно, она, эта самая неуверенность, берет начало от ваших взаимоотношений, скорее всего, с мамой. Ну, я так думаю, по крайней мере, что именно от взаимоотношений с мамой берет, ну, берет начало вашей истории и ситуации. Вот, поэтому, то, что вам, на мой взгляд, необходимо сделать, это, в первую очередь, определить, в чем ваша проблема, почему вы в себе сомневаетесь, и откуда, собственно, неуверенность в себе вас вообще, в принципе, взяла. Следующим пунктом будет, наверное, определить, почему у вас никогда не было отношений. Очень похоже на то, что ваша мама, подсознательно, скорее всего, сама не желая того, отпугивала всех возможных женщин в вашей жизни, не позволяла вам стать, допустим, свободным, и, соответственно, она же, возможно, будет той причиной, по которой вы, вероятно, вероятно, не сможете построить отношения и с этой девочкой. Вот, обратите внимание на то, также, что между вами и вашей девушкой есть общего, что вас связывает, что вас объединяет. Вот, это очень важно. Также, желательно разобраться с тем, почему вас так, ну, почему вы боитесь, боитесь не понравиться девочке. Если вы говорите, что пора устраивать свою жизнь и с этим, в общем-то, сложно не согласиться, но, если вы говорите, что у вас не было целей раньше, и вы жили бесцельно, означает ли это, что сейчас, в качестве целей выступает эта девушка? Не кажется ли вам это уязвимой позиция? На мой взгляд, эта позиция очень уязвима, потому что, если у вас с этой девочкой по какой-либо причине не получится, то вы будете чересчур травмированы и, возможно, еще сильнее себе замкнетесь. Судя по тому, что вы описываете, вы живете без отца, и отсюда, возможно, есть проблема с моделью мужского поведения, которые, если я прав, вам, ну, также нужно корректировать для того, чтобы, ну, выглядеть более выигрышно с женщиной и более свободно себя чувствовать. Вот. То есть, тут вот такие важные моменты играют роль, если вы хотите ситуацию для себя разрешить самым лучшим образом. Но пока что вот так. Никаких универсиальных советов для того, чтобы стать уверенным, нет, и быть не может Иван. Вы уникальный человек, вы индивидуальность, и нужно понять, как именно вы пришли к тому, к чему вы пришли, и что именно вам можно сделать для того, чтобы обрести уверенность, что для вас есть правильное понимание уверенности. Вот. Возможно, имеет смысл просто подправить модель мужского поведения. Возможно, имеет смысл вам обратить внимание на, например, свои жизненные цели. Вот. То есть, чтобы девушка, какой бы она ни была, не имела для вас такого значения, какое она имеет сейчас. Возможно, имеет смысл отделиться от мамы, потому что, возможно, именно мама мешает вам, так сказать, стать самостоятельно. И до тех пор, пока вы будете, например, находиться с мамой, до тех пор, кто знает, может быть, у вас ничего и не получится. То есть, оснований для такого состояния много, а вот понять, что именно является вашим, да, ну тут, без анализа читательного, не представляется возможным. Поэтому, если вы хотите разобраться в этом, то я бы рекомендовал вам выбрать психолога и начать индивидуальную работу. Вот. Что касается советов. Начнем с того, что психологи советов не дают. Вот. Вот. Это первый момент. Второй момент. Значит, смотрите. Смотрите. Все, что вы можете сделать, вот, непосредственно с девочкой, это быть собой. То есть, как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, как бы что вы ни пытались, если вы не будете собой, то рано или поздно это просто приведет к, ну, достаточно серьезному такому негативу, потому что вам будет тяжело, вы не сможете на постоянной основе выстраивать свои отношения с ней. Вот. Поэтому здесь нужно обязательно данный факт учитывать. Вот, чтобы быть собой, чтобы принять в себя свои чувства, свои эмоции, свои какие-то особенности, да, возможно для этого потребуется некоторое усилие, возможно для этого потребуется индивидуальная работа с вами. Вот. Но тем не менее. Подумайте, каким бы вы хотели быть мужчиной. Подумайте, какое мужское поведение для вас является наиболее желанным, например. Я не думаю, что это так сложно сделать. Если вы обратите внимание на эти факты и хотя бы попытаетесь это сделать, и хотя бы попытаетесь, то это вообще будет огромным шагом вперед. Для вас. Для вас это уже будет огромнейшим шагом вперед. Вот. Примерно так я бы ответил вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я могу понять, я могу понять, что если у вас никогда не было женщины, никогда не было семьи, вы чувствуете себя крайне взволнованно. Я это понимаю. И лучшее, что вы можете сделать, это донести до своей девушки как можно быстрее, что вот вы такой. Чтобы она поняла, что вы неопытный. Чтобы у нее не было от вас завышенных ожиданий, чтобы она видела, какой вы. И либо приняла вас таким, либо нет. Потому что отрицать то, что вы неопытный, ну это прямой путь в никуда на самом деле. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вот такую вам можно дать рекомендацию. Если вы не можете быть с собой, если у вас, ну, не получается, что у вас нет такой возможности, если вы, там, стесняетесь с чего-то, если вы студите себя, там, и так далее. То я полагаю, что психологи могут вам в этом помочь. Как я и сказал, здесь достаточно будет выбрать специалиста своего специалиста, которому вы доверитесь, и начать со специалистом работать. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Большое. Большое. Продолжение следует...